В мире, где мужчины диктовали правила и закрывали двери образования и признания, эти женщины взяли кисти в свои руки, чтобы написать свою собственную историю. Забытая женщина Ренессанса раскроет перед вами беспрецедентное мужество, мастерски воплощенное в каждом штрихе и цвете их творений. От мрачной истории Юдев, обезглавливающей Алаферна, Артемизия Джентилески, символизирующий мощный акт мести и освобождения, до меланхоличных портретов сафонизбы Ангисолы, раскрывающих глубокую человечность и сложность женского опыта. И не забудем о драматических сценах ловения фонтана, о силе и независимости. Подготовьтесь увидеть истинное искусство, рожденное из огня несправедливости и преобразованное в вечную красоту. Это путешествие через скрытые коридоры истории искусства только начинается. И мы хотим, чтобы вы были частью каждого открытия и вдохновляющей истории. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной серии путешествия в Ренессанс. Величие эпохи Возрождения, озаренной ярким светом художественных и научных открытий, омрачилось глубокими тенями патриархата. Эти тени нависали над женщинами, удерживая их в зоне домашнего очага и ограничивая их возможности в обществе. Женщинам того времени предписывалась роль дочери, жены, матери, и их статус определялся их отношениями с мужчинами. Социальные нормы требовали от них скромности, добродетели и послушания. Когда речь заходила об образовании, большинство женщин были от него отрезаны. Только немногие из высших слоев общества имели доступ к обучению. И даже те, кто учился, часто сталкивались с серьезными ограничениями в своих стремлениях и карьере. В мире искусства и культуры женщины часто игнорировались как создатели. Тем не менее, некоторые художницы смогли преодолеть эти барьеры и добиться признания, хотя их число было ограничено по сравнению с коллегами-мужчинами. Женский правовой статус также был ограничен. Будучи под юридической властью своих отцов или супругов, женщины не имели права на самостоятельные сделки или участие в государственном управлении. И, наконец, в литературе и искусстве женщины часто изображались либо как идеалы красоты и добродетели, либо как искусительницы и причина греха. Эти стереотипы глубоко влияли на общественное восприятие женщин. Несмотря на эти трудности, эпоха Ренессанса была временем перемен. И некоторые женщины-художницы смогли преодолеть социальные барьеры, оставив значимый след в искусстве, литературе и науке. Их упорство и талант преодолевали века. И их истории до сих пор вдохновляют и восхищают. Сафонизба Ангесолла, например, была одной из первых признанных художниц, чьи портреты выражали глубокий психологизм и чувственность. Ее работа получила признание и восхищение самого Микеланджело, что само по себе было немыслимым достижением для женщины того времени. Сафонизба Ангесолла родилась в Кремоне, Италия, в семье аристократов. С самого раннего возраста она проявляла необычайный талант к рисованию, что заметили ее родители. В то время, как большинство женщин ее положения обучались только домашнему хозяйству и социальным навыкам, Сафонизба получила поддержку своего отца, который увидел в ней потенциал и решил предоставить дочери возможность развиваться как художница. Важным моментом ее образования стало знакомство с Бернандино Кампи и Бернандида Гатамалатта, известными художниками того времени. Они стали ее наставниками и обучили молодую Сафонизбу не только основам живописи, но и передовым техникам, которые включали сфумата, реализм, а также мастерство света и тени. А Микеланджело даже высылал свои рисунки для обучения, что было исключительным признанием ее таланта. Эти методы, разработанные Леонардо да Винчи, позволяли создавать изображения с мягкими переходами тонов, придавая им невероятную глубину и реалистичность, а также достигать эффекта отсутствия видимых мазков. Именно эти техники помогли Сафонизбе воплотить в своих работах удивительный реализм и эмоциональную выразительность. Сумата особенно позволяла ей создавать портреты с невероятно тонкими и естественными переходами света и тени, делая лица и фигуры ее персонажей живыми и выразительными. Это искусство, создание мягких, едва заметных переходов между тенями, а также умение изобразить человеческие эмоции, сделало ее работы выдающимися. Возьмите, к примеру, картину портрета сестер Анги Солла. В этих портретах она изобразила свои сестер с такой искренностью и вниманием к деталям, что кажется, будто они сейчас оживут. Сафонизба мастерски использовала технику Сумата, которую разработал Леонардо да Винчи, создавая мягкие переходы тонов, что придает изображению глубину и живость. Каждый взгляд, каждая улыбка ее сестер говорят с нами через столетия. Или же ее самопортрет 1554 года. Здесь Анги Солла изобразила себя с кистью в руках, смотрящей прямо на нас. Этот взгляд полон уверенности и самосознания. Он говорит о том, что перед нами не просто художница, а женщина, которая знает свою ценность. Это было смелым заявлением для женщины того времени, демонстрирующим ее не только как талантливую художницу, но и как независимую личность. В нашей Академии Высокого Мастерства мы уделяем особое внимание обучению технологии, которые использовали великие мастера Ренессанса, включая сфумата, реализм и искусство света и тени. Мы стремимся научить наших студентов создавать произведения, в которых отсутствие видимых мазков и мягкое слияние цветов открывают новые горизонты выражений идей и эмоций через искусство. Эти традиционные методы, применяемые в современном контексте, позволяют нашим студентам не только освоить классическое искусство, но и найти свой уникальный творческий путь. Именно такие методы и подходы помогли и другим выдающимся женщинам-художницам в истории оставить свой след. Среди них и Лавиния Фонтана, родившаяся в Болонии в 1552 году. Лавиния была одной из первых женщин, которая не только работала профессиональным художником, но и получила признание за свои портреты и религиозные сцены. Она стала известна своими детализированными и выразительными портретами, в которых она мастерски передавала индивидуальность каждого изображенного ею человека. Одним из ее самых знаменитых произведений является «Минерва одевает себя в броню». Эта картина не только демонстрирует ее техническое мастерство и внимание к деталям, но и символизирует силу и независимость женщины. В своих работах Лавиния часто изображала сильных и независимых женщин, что было довольно необычно и смело для ее времени. А теперь обратим внимание на Артемизию Джинтелески. Женщину, чья жизнь и искусство были наполнены не только талантом, но и непоколебимой силой духа. Ее картины – это не просто изображение, это мощное заявление о женской силе и независимости, особенно выраженное в ее знаменитых работах, таких как «ЮДИФ обезглавливает Аллаферна». Эта картина, полная драматизма и эмоционального напряжения, показывает момент, когда ЮДИФ, библейская героиня, убивает вражеского полководца. Артемизия представляет ЮДИФ не как жертву, а как сильную и решительную женщину, что было революционным изображением для того времени. Картина ЮДИФ обезглавливает Аллаферна не только демонстрирует ее техническое мастерство и умение передавать интенсивные эмоции в движение, но и отражает личные переживания Артемизия. После трагического опыта в юности, когда она стала жертвой изнасилования и последующего публичного суда, Артемизия превратила свою личную борьбу и боль в силу, которая пронизывает ее искусство. Ее работы часто изображают женские фигуры, которые не только выживают в условиях жестокости и насилия, но и демонстрируют силу и волю к сопротивлению. Артемизия Джентилески стала символом женского творчества и непреклонности, преодолевшей предрассудки и ограничения своего времени. Ее история и творчество продолжают вдохновлять художников и искусствоведов, напоминая о ценности искусства, созданного женщинами, и о важности признания их вклада в мировую культуру. В эпоху Ренессанса женщинам часто запрещалось обучаться в художественных школах, получать заказы и даже публично выставлять свои работы. Их творческий потенциал был сдержан социальными ожиданиями и культурными нормами. Сейчас, в наше время, женщины-художницы пользуются свободой творить и выражать себя, которая была недоступна ранее. В нашей Академии живописи «Оживитель арт» женщины-преподавательницы, наравне с мужчинами, обучают наших студенток техники оптических просветов, переданные нам в наследство великими мастерами прошлого. И если у вас появилось желание создавать свое собственное искусство, мы готовы поддержать вас на этом пути. Представьте, что вам доступна та технология живописи великого да Винчи, и вы можете легко овладеть ею. Какую сцену, сюжет или идею вы хотели бы воплотить? Какие образы силы и независимости женщины приходят вам в голову? И не думайте, что это за грани возможного. Прямо под этим видео есть ссылка на бесплатные уроки по методам старых мастеров. Воплощайте задуманное прямо сейчас. А идеи сюжетов пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok